Всем привет, друзья, с вами я, Антон Власов. И я, Юрий Хованский, а.к.а. Пес Хулиганский. Ну что же, пес. Могу я к вам так обращаться, пес? Да, да. Так вот, пес. Как же долго мы с вами не снимали потрясающий сериал о мошенниках, кидниках, кидалах, решалов. Не так долго, как в прошлый раз, но все равно долго, мне кажется. Долго, долго, долго. И поэтому мы сегодня продолжаем восполнять те пробелы, которые возникли у нас в момент проведения мероприятий по противодействию коронавирусом. Смотрим сегодня очередную часть кидал. Ты прям говоришь, что мероприятие по противодействию коронавирусом, все было проведено в рамках операции коронавируса. И вот так я и купил яхту свою. Да, и вот это. Вот так, вот это. Там мероприятие, тут мероприятие. И вот я, собственно, так и задекларировал 2 миллиарда, блядь. А не задекларировал 10. Поэтому, ребята, вот продолжаем смотреть. Ставим лайки, подписываемся на канал Юры, на мой канал. И желаем вам приятного просмотра. Мы начинаем. Решало! Я уже много раз вам говорил, что ни один здравомыслящий врач не будет ставить диагноз по фотографии. Потому что нельзя по телефону измерить давление ваш пульс. Не, ну почему уж. А по скайпу... Если ты, например, присылаешь фотографию сломанной руки с открытым переломом, то скажут, что открытый перелом. Не, 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 запрещено вообще что-то выписывать, если ты онлайн. Это просто... Сама идея того, что тебе не нужно идти к врачу, она охуенная. Но как она у нас работает? Вот она работает примерно так. Вот ты можешь мне, например, Антону, позвонить и показать. Вот что у тебя чири на жок-то? Ну допустим. Покажи мне по скайпу чири на жок. Ну, е, ну... Я смотрю на него и такой, ну, наверное, лазером на два, мой мой слой. А ты скриншоты наделал уже? Нет, 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 не обязательно. Просто надо понимать, что никто из этих онлайн-врачей не имеет право реальный какой-то диагноз ставить. Не видя? Да, 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 это все как консультация. И сейчас такие камеры, блядь, что... Хотелось бы, но все равно законно это незаконно. Вот, что-то чушь какая-то. А что мне будет за это? Они тебе могут просто вот сказать, ты, например, я кашляю, а они тебе иди и купи от кашля лекарства. Типа, да, такая хуйня. Но они не имеют право ставить тебе диагноз, в этом прикол, поэтому... Я-то наоборот за то, что давайте сделаем виртуальную реальность, оцифруем мою жопу, мой чири, условно, блядь, ебда. И чтобы доктор был, это, в 3D смотрел, онлайн, да, 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 в VR посмотрел, блядь, ебда, и моя жопа была обезличена, там мне было бы написано Юрий Хованский. Нет, так не будет, там будет написано прям вот, фронтально. Твоя морда, там две камеры будет, ты вот так вот нагнувшийся. Как там? Все нормально. А во втором окне твоя жопа, где ее робот вот так вот, ты робот руками мнет. Ну все равно, это более такая доверительная система, знаешь, и... И когда тебе говорят, вы здоровы, абсолютно, ты такой вроде порадовался, потом такой чувствуешь какое-то удержание. А потом тебе начинают скидывать такие уведомления, приходят. В WhatsApp, Telegram, Viber, от друзей, от родителей. Сынок, посмотри на твою жопу, о, ну конечно. Это ты? Да видел видос этот, тебе скидывают, ее раз тебя отметили тут. Ахахахаха, ты такой, еб твою мать. А Зараковская уже и мерч выпустила, успела сразу же, тот же, бля. Сама в позу встала. Да-да-да, не переплюнул. Все, кто это предлагает, это шарлатаны. Эх ты! Подожди, Юрий, ты слишком рано начинаешь. Мы еще не напомнили о наших больших друзьях из компании One X. Ведь у них продолжаются различные суперкрутые спортивные ивенты, и в том числе футбол, друзья. Поэтому переходите по моему QR-коду и получайте до 100 долларов бонусом на свой счет. Конечно же, промокод POWER действует. Вся информация находится либо по QR-коду, либо в закрепленном комментарии. Удачи вам. Можно выпить. Теперь можно. Со мной в блоге связался молодой парень Костя. Костя, герой сегодняшнего выпуска. Это мальчик, молодой человек по имени Костя. Благо Костю наебали... На какие-то N-ные деньги. На бабки. Возможно, у Кости нихуя не осталось за душой. И поэтому он набрал решаля. Решил вылечиться по интернету. В результате нарвался на шантажистов и потерял деньги. Я договорился с ним о встрече. Будем выяснять подробности. Да, Костя, как же так? А он приезжет, скорее всего. Он не знает ничего про Москву. Но без денег уже остался. Пора уезжать. Он достаточно знает про Москву, блядь. Это был самый большой урок. Главный те урок. Ты приехал, все. Все, денег нет. Остался без денег. Вот тебе урок. Вот урок такой, что кого-то хоть раз до наибудо в этой Москве. Хоть разок. А то и два, а то и три. А некоторых лохов и по пять, и по шесть. А то и всех наебудут. Это вы думаете, что только дурачка разведут? А потом в итоге вы Егор Крид. И за вас надо 180 миллионов вносить. Рутенбергом вы такие. Так я точно не был дурачком, да? В этой схеме. А в итоге, блядь, вас выкупать приходится за 180 лямов, блядь. Вот все дурачки. А потом вся страна дурачки. В Москве в конечном итоге все оказываются дурачками, блядь. Епат-пак. Ну, только если ты сам не разводил, конечно. Да. Но тогда ты в тюрьму сядешь просто. Или тебе ебальник разобьют. Одно из двух. Но поэтому... Не, не, такого не будет. Поэтому мы и любим Питер. У нас нет разводил, у нас только бомжи. Ходят люди с тремя высшими образованиями, говорят, дайте 12 рублей, блядь, на портвейн. Не хватает. А мне как-то раз аж сигареты вывалилось в центре, когда ко мне подошел какой-то пацан и сказал, а нет ли у вас рублей 100? А я просто... А я на перекуре был тогда в айпорте, работал. И у меня прям сигарета чуть ли не на этот Невский упала. Я говорю, ты чё? Ты лбаёв, что ли? 100 рублей. И он такой на меня тоже посмотрел. И он понял, что... Не туда зашёл. Я стоял очень у дорогого комплекса, где там всё дорого. Но сам я был без пяти минут. Ну, я ничего не имею в виду, что там. Ладно, дядя, я понял. Пойду кого-нибудь другого отрабатывать, блядь. Дядя, дядя, 100 рублей. 100 рублей, блядь. Дедство за 100 рублей, блядь, ёпта, блядь. 100 рублей. Многих людей, блядь, футбол. Это надо было неделю не обедать. Да. И бабки, блядь. Я как сейчас. И ходить у всех, знаешь, откусывать, блядь, ёпта. Ужалить. Так, да-да-да. И, короче, у нас были чуваки, которые контр, как бы это, блядь, ёпта, протестовали этому. И они брали и просто облизывали всё. Ого. Прямо типа снизу, доверху, всю гуглу. У нас был такой чел один. И уже никто не откусит. Постоянно я, у меня каждый раз это там какой-то киткат какой-то мама положит. То ещё что-то. Нет, нет, да положит. И я такой как-то, как только достаю, зашуршал. Сразу такое ощущение, что прекращается беготня вся по рекреации. Сразу это я ем киткат. А мне клали яблоки свежие ебаные. Знаешь что, никто никогда не попро... Не попросят, блядь, у тебя в школе свежее яблоко, блядь. Нет такого человека. Ё, это чё, яблоко? Классное наливное. Дай-ка я укушу тебя. Все в рот ебали яблоко. Можешь всё съесть, если хочешь. А ну ладно, это хуйня вкуснее китката. Можешь брать все мои яблоки год за день. А потом мне купишь пиво на этот, после экзаменов. Блядь. Ну это масть, конечно, опять. За окном как будто радиоактивная какая-то хуйня. Яблоко приехал, да, что-то какие-то осадки. Рыжие, блядь. Все, решало, блядь, по-серьезки. Он решительно пришел отчеты. Да ладно, здравствуйте, меня... А вот, смотри, сразу Шизик открыл веник от Думовенко. Висит на дверях, блядь. Думовой, Думовой, поиграл, поиграл, верни домой. А он эту метелку повисил, что Думовой не смылся. Очень нужен, хороший Думовой. Не, я вообще считаю, я сейчас, мой любимый блогер, это Воданаев, блядь. Я вот слышал историю, что его Думовой душит поначалу. Я слышал тоже эту историю. И в итоге, он говорит, только вот я взял, вот и говорит, две половинки аминтрепсилина. И говорит, Финзепама какого-то этого... И перестал ходить. И вот только так Думовой уходит. Отступил. Так что это... А для Думового Финзепама это как этот? Для черта Ладана? Нет, убегает. Думовой тоже, он начинает, он тоже как тыд, типа Финзепам. И он тоже такой, типа, он больше не злой, не сможет тебя душить, типа, блядь. Он просто рядом может сидеть, но не более... Да, но я сейчас собираюсь создать реальную благотворительную организацию. Вот, Никай об этом в своих роликах не говорил, скажи у Антона. А, Воданаев собирает, он хочет доказать, что земля плоская? Да. Ему нужны деньги на самую большую дрель, чтобы продолбить край земли. Да, сквозь. И чтобы море вытекло, короче, с диска. А оно вытекет что-то никуда же, да просто прокапает. Куда-то. Да-да-да, в космос. Ну, это опасно, я хочу сказать. Я хочу сказать, он потом обратно-то сможет вернуть все, как было? Не, ну, я считаю, что вот только на это и надо донатить деньги. Ну, ясно, понятно все. И вам удачи. А вот прикиньте, кто будет смеяться, когда реально... У нас вернет. ...вот Данаев продолбит край, мы все будем, блядь, уноситься, блядь, с диска земли, блядь. Наклониться, блядь. Я на ребро сяду и буду сидеть, никуда не денусь. Просто он не туда-не туда, а вот будет стоять на этом. В угол, знаешь, забрался и такой, он будет поворачиваться, ну вот, типа диск. Да-да-да-да. Ну, ты прям ящик себе собрал, и ты потом из этого ящика ту сторону откроешь, когда ты узнаешь, как земля устаканится. А надо в пещеру забежать, потому что там как угодно ходи, и она не, это, ничего не с ней не стоит. По стенкам лазаешь просто и все. А потом, когда остановился, ты просто смотришь на улицу, а вот где, где вход был. Где был, да. А ты выходишь, нет, ты выходишь, как обычно, и прям вверх падаешь. Такая хуйня, не-не-не-не, ну это прям ящик специальный, блядь. А можно ящик? Смотришь, как гравитация встала, блядь, ёпта, то есть где-то внизу, там-там. Или надо бежать в этот, в квест-рум, где кверх ногами все прибито. И жить там, блядь. А потому что там все перевернется, ты будешь в этой комнате чувствовать себя комфортно. Хоть могу на полу быть. Я могу и на полу, и на потолке, а там потолок хуит, тот же самый пол. И ты не понимаешь, Степа, и что такое? Зеркальный ход, но ты там и тут. А чума, блядь, все это время беседы, блядь. Ну вот. Ну рассказывай, в ту нам себя решать. Так, давай. Какие-то шантажи нам. Давай, брат, смешивать. Ну, чувак прям лох, у него брови прям так, знаешь, прям они так. Так высоко сидят, что как будто прям говорят, я лох. Складываются. Прямо. Что такое? Что вы хотите мне, брат? Он похож, знаешь, на кого? На батю главного героя из американских пирогов. Американского пирога. Да, который такой, типа, в всех частях играл. Мы с мамой там это, можешь посмотреть на фотографии. Ну прям чувак, он прям выглядит, как тот, кого развести хочется. Знаешь, такой. Да. А ты лох. А? Что? Полосы. Музы. Там. И я решил обратиться к крючу. Решал, тоже сталкивался. Знаем, блядь. Знаем, плавля. Понятно. Так все, деньги ты отдал. Понятно. А он решил такой, не дашь адрес, где помогите. Он такой, да нет, меня развели. Он такой, блядь, сука. Ай, ладно, рассказывай, где. Он такой, блядь. Я тут думал уже. Да ладно, 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 чё. Ладно. Да это не ладно. Да ладно, ладно. Чё, ладно-то. Шишка. Шишка дымится, блядь, так денег-то и нет. Понимаешь, типа нет, он хотел, чтоб шишка дымилась. И деньги были. И деньги были. А теперь и шишка не дымит. Да денег нет. Вот, пацаны, всем, чтоб шишка дымилась. Шишка дымилась, и деньги были, это девчонок. Ну и у нее, как бы, консультация недорогая, 500 рублей. На мысль, мы говорили, что я ей в открытии, то есть скину фотографии. Ну, вот сап, так, неудачно, да. Я ей, вот с... Решала, вообще ненавидит 20-й фильмок, такой, охуеть суки, а. И все, то есть я сфотографировал, что надо. И отправил ей. Очень интересно, погоди. То есть она тебя перевела. Ой, членов фото. Такой, чувак. И вот у меня деньги украли. Он такой, ой, ой, ой. Ты как украли-то, в смысле? Он с консультацией заплатил или за шантаж уже? Зачем так? Так. Ну, ответ, ну, может, 5-10 дней было ответа, и потом приходит ответ. Ты что, извращение себе? Хуево анализировали, а? Чё, прикинь, ты скинуешь, хуй какой-то, типа, тем. И чё, мне пишут такие, ах ты извращенец. Нет, на анализ ведёт 6 дней, чё, там... Да, они будут рассматривать его по пикселям, блядь. Это как так-то? Это как так-то? То есть, якобы, со мной переписывается мама, с 7-летней девочкой, которой я отправил фотографии. Еба! А прикинь, это получается, если, например, ты это всё делал где-нибудь, ну, к примеру, там... Они взяли слева аккаунта твой хуй и отправили. Да, да. Вот тебе и кинят, блядь. А нет, они с этого же аккаунта, они просто взяли и фотографии профиля поменяли, блядь, и поменяли возраст. И он отправлял Ирине 35, а отправил Олесе 9, или 8, или 5. Но другой вопрос, что на таких сайтах не могут регистрироваться... Чуваки, никогда и никому не отправляйте свои дикпики. Тёлок это не касается. Тёлки могут отправлять свою обнажёнку, но только самым проверенным. Самым классным ребятам. Самым ребятам, в которых они уверены. Которые, как Чип и Дейл, всегда... Которые могут вам всегда... Всегда придут на помощь. Самым таймс, самым кремс. Нана-ена-ена-ена. Нужно только скинуть пару титек в денег. Скинь немного, ты... Килограмм. И напиши сразу нам, Чип и Дейл. И тут роты. Лучше всех отлежут детей. Да, у Джо Рогана, вообще, целый стендап был про то, как правильно фоткать, он говорил, что вот, типа, вот, сфоткаешь вот так, дикпик, а вот если уже вот так, шантаж, блядь, ёпт, тебя на деньги развезут. Тебя с ебалом видно. Да-да-да, поэтому нужно их фоткать, прям, вообще, максимально абстрактно, так, чтобы... Да, а если уж хотите, то вообще прислать тебе свой, потому что, что там будет у тебя, вы же всё равно... И она такая, так это Рокаси Фредди, это его хуй, а ты такой... Это... Да нет, это мой... Нет, это был в смысле, я только что с фотографией прескал... Так это Рокаси Фредди, это его член. Она, а сразу ясно, кто шлюха, вот и всё, и даже писать ей не надо, а, я тебя проверял, естественно, это Рокаси Фредди, а ты шлюха, значит, он, который знает каждый хуй на этой планете, блядь, поэтому иди-ка ты нахуй. А вот если вы скидываете той, которая не узнает хуй Рокаси Фредди, ну, она может узнать, что Пьера Вудмана, она, она может действительно его не знать. Маленький не стоит, у тебя хуй, как у Вудмана, такой же большой, нет, маленький не стоит вообще, просто его... Его никак, его даже не раздрощить-то долго, вот так, и вот не знаю, чё, как, это, быть, не подскажешь? Только жопа большая, волосатая, блядь, его прилагает с нами. Которую только постоянно и видно, а что это порно такое? Есть абатар, кейсп. Смотрю какого-то мужика, всё время. Да, сидит, три четверти кадра зайдет. Я не понимаю, чё. Его ногами... Я не понимаю только одного, а почему он, ээээ, вообще, кастинг проводится? Почему, почему он? А потому что он придумал. Чё придумал? Всё это. Ебать. А здесь ты придумал, ты б ебал. А ты не придумал же, блядь. Ну, нет, не блядь, это ничего. Чё придумал, айфоны продавать, блядь, ёпта? Вот те. Ты меня придумал. Были у вас там такие истории, как у него, типа... Не, я имею в виду, что просто это, с одной стороны, ты не сильно-то и хороший, как бы, кастинг. Вот приходит к тебе девушка, и ты мне говоришь, я хочу... Не, ну, как бы... Кастинг на роль кого? Железного человека, блядь. Ты так говоришь, кастинг? Я просто... Как будто это настоящий кастинг, типа. Не, ну... Пожалуйста, прочитай свою роль. Не, ну подожди. Просто, как бы, Пьер Уотман оценивает необъективно, сколько удовольствием получит с этой женщиной. Потому что... А ему-то не похуй, как это смотрит телевизор. Ну, типа, какая разница, отсослал ли глубоко этот тёлк Рокси Фредди, и было ли ему приятно. Ты хочешь поглядеть? Я немного не понимаю, к чему ты ведёшь. Я веду к тому, что жирный, низкий, лысый, коротхуев чел, ему нахуй нет никакого дела до кастинга баб, если он просто вкидывает в это бабки. Так это же не кастинг, да? Это кастинг, как бы, кто отсосал, тот и победил. Это, ну, типа, такой себе кастинг, блядь. Тогда... Тогда почему к нему так много баб ходило? Короче, там деньги платят, блядь. За что? За кастинг? Помени мои слова, Антон. Что, к тебе придут? Ещё три раза не прокукарекают петухи. Ещё... Что? Как мы сами пойдём. На кастинг к Пьеру Вудману. А мы потом... Отправимся прямиком. Вот каково это знать, что тебя никуда не берут? И нам... Нам будет весело, мы будем думать, что всё прикольно, а потом нам станет очень плохо, и мы начнём плакать, а Вудман начнёт это прям снимать, и вот в этот момент люди будут... И вот в этот момент он начнёт нас ебать. Ещё даже... А ещё даже ничего не началось. Не в пизде. Это будут самые тяжёлые 300 баксов, которые... Которые я заработал в своей жизни. Это ужас. Я на них куплю маме цветы. И поблагодарю, что она родила сына, а не дочь. Ахахахахахах... Ахахахахах... Любите ваших мам, ребята, это... Ахахахахаха... Ахахахах... Просто, знаешь, да-да-да, каждый раз, вот тут, я такой, типа, я вроде налюблено, но оно вот из этой бутылки. Из купленной на деньги бутылки, да, типа, такая вкусная шаверма, горячая, всякая. А ты, ай, блядь, откуда деньги? Блядь, еб! А, да, жизнь поломана, а Пьер просто поставит кассету на полку. А у тебя жизнь сломана, как старая швабура. Там была фотография мальча, а потом раз, её изменили на маленькую девочку. Интересно, так же. Ты оказался прав в итоге, просто взяли и поменяли фотографию, блядь. Ну всё, с меня начали требовать деньги. Угрожали чем-то. А я не понимаю, а где пруп это, что он реально не слал девочке маленькой? Это, это была, она, она была на самом деле, она была... Там была другая фотография, она была большая, и она была женщина, а теперь это не ребёнок. Так подожди, а твои слова, что я хочу сжать твои семилетние соски. Это как бы... Ну и семилетние тебя... Она думала, она сказала, что в 7 лет назад она сделала пластику сосков. В 7 лет, в 7 лет. Причём чувак прям выглядит, как, знаешь, такое. Чего, блин, я не могу быть педофилом, мне в Суворовское поступать. Блядь, там будет тогда, вёдрами по голове бить. Я не педофил. То есть 30 тысяч с меня потребовали, ну естественно, я отправил, потому что в полиции мне не поверили в этой ситуации. То, что ты поплыл, это... В полиции я тебе уже пришёл на пуске и говорил, там... То есть сидят в себе вот эти... Меня шантажируют, нет? Они даже слушать не будут. Ты... Ты? Да, да. Чё ты, чё ты приходишь тут с этой хуйни? Вот, чувак приходит и говорит, меня пырдули. А почему вы не мажете? А почему вы не мажете? Не мажете? Чувак вон там стоит прям, вот он... Это, вот он... Пырнулся и честно мне... Чё? Амен. Я чё, врач? Я врач? Сначала надо ехать в скорую и получить справку. Вы можете снять побои. Как я... Я... Умираю сейчас. Это моя последняя вздохи, а я вам говорю... Вы... И... Выйдите. В кабинет-то. Хахахахахахахахахахахахахахахахахах. Кроме своей фаршмачьте мне всё отделение. Я не... Я не... Есть порядок? Вы идёте... У меня человек сидит. Вы берёте нож... И идёте в... Скорую помощь вызываете, фиксируете всё, потом приходите. В рабочее время. Это самое... В порядке очереди. Как мы работаем. В порядке... А ночью... А ночью не работают они, прикиньте? Не могу прийти ночью Кто ж меня ночью пырнули-то, блядь Ну, действительно, не только что днём пыряют людей Ночью, а бывает вечером, а бывает и под утро А бывает, а бывает и выходные Подождите и приходите уже завтра Как только откроется, тут начальник будет У нас будет всё, отдел откроется Завтра в 12 часов Да какой начальник? У меня кишка торчит Чего начальник? У меня кишка уполоснули, она прям вывалилась, блядь Не, ну... Я срать буду на хучи, через... Мы живём в правом государстве Вот делаете всё, как он говорит Никого нет уже, всё, все, все... А он закрывает уже дверь Все, все ушли, блядь Я последний остался Я не могу вам помочь, я не могу Я не могу трогать даже эти папки какие-то Я уборщик Ну там, типа, да... Моё дело закрыть, я протёр полы... Бухгалтерия я, в общем, как сказать... Ладно, ты отправил деньги, как ты их отправил? Обычно, то есть я отправил... Обычно... Как обычно я отправляю... Когда меня наёбывают... Как обычно... Как ты отправил деньги? Как... Как обычно, блядь... Чувак, тебя развели, блядь... Как ты их... Не, ну как я пишу вот девочкам, а потом у меня деньги бросят... Я так отправил... Не, не... Не видно... Ну и понятное дело, что... А потом она ещё бросила... И я ещё 40 скинул... И я прям лох... Вот ты заметил... А чё... Ты заметил, что все лохи в этом шоу выглядят как лохи? Ну, каноничи... Их жалко, конечно, но они прям выглядят, типа, такие... Бля, он мне сказал, я ему дам 40 тысяч, а мне это... Не, ну, знаешь, типа, он-то вообще на очко-то нихуево присел, типа... Его постоянно башляют одну и ту же переписку и говорят... Слушай, короче, что-то мы подумали, мало мы с тебя взяли... Давай опять скидывай... Ты чё-то к девочке писал... Ну и чё, прям такой... Ай, блядь, я ж точно, я ж питофил, как бы... Юридически пока что... Вот поэтому нельзя никогда платить вымогателям, потому что они никогда не останавливаются... А если бы я отправил смс-ку для разблокировки в Windows... Думаешь, она больше никогда бы не появилась? Этот вирус же уже есть! А есть же не богат два вируса друг с другом... Никогда не идите на требования вымогателей... Уж лучше на крайняк просто переиграйте всех и... Сядьте в тюрьму или какая-нибудь такая хуйня... А я помню, в Кей, когда работал, к нам пришёл чувак... Чуваки такие, мы тебя подставим, а ты такой... Да и похуй... Так ты и сядешь... Они такой... Только и мечтал... Так ты и сядешь, и тебя там выебут... А они такие, ну как скажешь... Ты бы тебе точно не будешь платить... Так, а мне похуй... А похуй... И просто, да, приходит к тебе повестка в суд... Говорят, вот... Смотрящим стану... Окей, кто? Педофил? Не становится... Я педофил? Ну, если ты скидывал девочкам в свои голые фотографии, то да... Так он же скидывал не девочкам, блядь... Он же не педофил... Тут педофильства-то не было во всей истории, блядь... Как? Как не было? Он скидывал бабки какой-то, которые аккаунт переименовал... Ну... Ну, и где здесь... Ну, я понял, я понял, о чём ты говоришь... Но, понимаешь, как бы, конечный результат интересует мента... Я скидывал члены, чтобы меня проконсультировали... По какому поводу? Ну, точнее, по поводу... Я, блядь, детей, за которые вы мне в тюрьму хотите посадить... А, очень похоже, что поэтому, блядь, вы там написали... Понимаешь, как, как вот доказательство, там, вот сидит... Не, ну как ты... Товарищ милиционер? Вот, 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 вот я, я сижу, да... Вот я, я скидывал член меди... Даже выше тупо... Типа, это сработает, наверное, дальше... Ты реально детям скидывал... Это была бабка... Она просто перевоплотилась, я не знаю, я в этом не разбираюсь... Она аккаунт поменялась... Её аккаунт был неподтверждённый... А потом, когда она получила фотографию моего пениса, она его подтвердила... И выложила фотографию ребёнка зачем-то... И меня подставило лихо... Я вообще не подставил... Не, не знаю, не знаю... Никаких ребёнков... А что это вообще такое? Бывает жизнь и огорчение... Не хотел ВАДМ печенье... А теперь... Номер уже был заблокирован... Ну и уже начали писать только номера... То же самое... Не будет... Понятно... Во-первых, косяк в том, что ни один здравомыслящий венеролог не будет лечить тебя по фотографии всех твоих причинных мест... Это первая ошибка... Чувак такой, да? Американский пирог, ёф ты ебал... Если бы ты действительно нарвался на маму... Сам Путеван слушает... А решал тут прям так тактично сидит как отец... Руки такой... Ну-ка, у тебя, наверное, папу нет... Нет, я тебе объясняю... Короче... Ты, короче, пысу свою... Чё? Не помню... Вы, наверное, объяснили полоскай позже... Нельзя пысу показывать... А просто... Это, да... Во-первых, не красиво... Они тебя просто развели на пысу... Ты что, не понимаешь, что пысу нужно жене там показывать... Это подруге своей... Это... Да иди тебе... Иди... Иди их родителям... А... Понимаешь, да? Так что... Больше об этом никому не рассказывай... А он такой... Так нет... Я-то скидывал не ребёнку... Он такой... Да я всё понимаю, да... Не-не-не... Я понимаю... Я понимаю... Кто-то считает сейчас... Три года уже не ребёнок, да... Я это понимаю... Ну, понимаешь, типа... За такое ебало могут набить, понимаешь... Это ящик... Хорошо, что я приехал... А так бы тебе ебало набили... Скажи спасибо... Отправил фотографию... Там разговор был бы другой... Они бы сразу заявили в полицию... И ни о каком шантаже речи бы не шло... Однозначно ты связался с прохиндеями... С мошенниками... Врачу... Решало бинго... Наконец-то... Выбивай... Наконец-то... Понятно... Ну, значит, надо... Чувак прям сидит... Вот, знаешь, как будто... Вот, типа... Ему и хочется верить в то, что всё хорошо закончится... А с другой стороны... Ему прям висит срок... Проверить... Есть ли... Елизавета Ивановна... Есть у меня специалист один... Сейчас я ему задание дам... Так и отправлю звуковой файл... Это что такое? Не здорово... Проверь, пожалуйста... Нельзя... Еще на аудиосообщение... Звуковой... Я сейчас... Файл... Сейчас, друзья... Я нажму кнопку... Ебать... Бумер... Удержу ее... И отправлю... Голосовое послание... Блядь... Люди... На... Другом конце... Мира... Смотрите... Я нажимаю... Прямо сейчас... Записывается... Голосовой файл... Блядь... Ну, в принципе... Он прав... Просто... Звучит странно... Такого никогда не говорил... Это Ивановна... Врач-венеролог... Собери на нее информацию... Это... А прикинь, как неприятно... Быть помощником... Решал... Ни здорово... Ни привет... Никак дела... Просто... Собери... Информацию... Собери информацию... А ничего, что у меня Бармитцева вчера была... Решала... Блядь... Обрезали или что? Если нет, то тогда ищи... У этих шантажистов... Конечно, было бы неплохо их как-то... Выманить навстречу... Скажи мне... Мошенники на связи? Да... А вот давай теперь проверим... Напиши им сообщение... О том, что ты готов рассчитаться... Бля... Вот люди, которые такой хуйней занимаются... Такие жадные... Как будто не смотрели вот фильмов вообще в жизни... Вот в любом фильме... А какой фильм об этом рассказывали? А любой фильм рассказать о том, что как-то чуваки, блядь... Пытаются получить выкуп или что-то такое... Их греют сразу же моментально, блядь... И в жопу ебут, блядь, ёпта... Они все равно надеются... Все-таки он лох и рассчитывал на то, что его отпустят просто-напросто... Ну, в том-то и дело, что ты никогда не знаешь, на кого наткнешься... Знаешь, ты всю жизнь разводил пенсионеров, блядь, ёпта... А потом зашел, и там дед какой-то сидит, а он, блядь, прошел... Афган, две чеченцы есть, знаешь, типа такой, типа, блядь... Он такой, заходите, заходите... Говорите, сколько? 30 тысяч надо... И потом тебе просто, блядь... Ничего не слышно, можно с гранатомета дома пульнуть... Очень-очень тихо... А ты такой, ёбаный, в рот, думал, лох, блядь, а? Он неплох... Договариваться навстречу, да? Разведем пидора... О, очень хорошо... Конечно, они пишут, андинки хотят... Они такое интересное... О, пишут... Им очень интересно, прям... Они прям, вот когда... У тебя, знаешь, там 30... А 40, получается, там тысяч где-то висит... Да... Примерно на кону, блядь... И вот... И вот они... А вот они... Привет, куда нести? Ты такой, блядь, да? Нихуя себе прямо сейчас неси... Неси... Куда, куда, куда... А где тебе удобнее? Мы туда приедем, мы заберем... Ебать... Ебать... Сракетик... Ебать... И шо? Даже могут забрать на Майбахах, знаешь, в Москве там... Куда... Куда угодно, вообще... Что... Что... Любое место... Можешь приехать взять твои бабки, блядь... Можно, можно... Хоть сейчас... Вот тебе повезло, обычно занято, но сейчас конкретно, блядь... Мы можем... У нас время есть... Подъедем... Да... И мы при себе, конечно, удалимся... И вот они прям жадные всегда такие, что прям вот горят на этом всегда... Прям вот так... Ну а что и тогда делать надо, вот расскажи... Что ты бы предложил... Ну как-то вот, знаешь, типа, мне кажется, что у мошенников, что не у мошенников должно быть какое-то такое все-таки шестое чувство или это, блядь... Они им вообще нет... Они... Они просто ослеплены жаждой наживы, блядь... Вот им... Куда ни пообещай, они сразу бегут, блядь, всегда, блядь, забирать деньги, блядь... Не страхуешь... Так-да, ну так... Но есть просто уже охуевшие... Знаешь, вот мы же не знаем, сколько людей так наебали по этой схеме... Может, это сотый человек... И ему же так похуй, они такие, типа, понятно все, педофил... Что ты педофил, приноси деньги, и тогда мы тебя удалим из переписки... И все, они... Просто, уже, понимаешь, это работа у них такая... Это у них такая работа... Ну, пиздые, это так можно приучить, не ебов, блядь... Но... Ну, а знаешь, зато не возвращать деньги... Знаешь, типа, пизды... Ебало за жилье... А, ну эти... А ще мне зубы... А ще они... ААах... А... АМ Оч警... А мне зубы не нужны... Я могу одной стороной вот так, я... Да так... Эбнут мне справа видимо... Видимо, поэтому левая у меня по пизде пойдет, поэтому правая буду жевать, блядь, вот так бы. Можешь и правая, да, а можешь овсянку есть, каши. Деньги на этот, ну. Очень хорошо. Ребят, дайте разу, блядь. Дайте разу на меня, ребят. Миша, Миша, выйди на связь. Блядь, он звонит, блядь. Миша, а вот у нас там заряженный такой был телефон, чипованный, все правильно? Да, Влад, правильно. Че какие-то чипованные, блядь. Слежки, блядь, инструменты, да? Можешь и эту восьмерку? Район, блядь. Значит, теперь... Да просто чубрик какой-то ходит за людьми, блядь. Вот и решала вся техническая база Феликс, которая через телеграм-каналы пробивает какие-то права, блядь, и эту хуйню, блядь, за 50 рублей, блядь, и какой-то черт, который просто ходит за... Следит с заряженной трубкой, просто в карманы подсовывает какие-то хуйни. А камеру ходят ставить. Без него не пойдет работать. Нет, камера только Петр может ставить. Мы знаем, у Петра везде камеры. Ты знаешь, что вот на эту сцену у Петра несколько ракурсов есть, блядь? Он мог более хорошую склейку сделать. Он говорит, я видел, он больше, чем... Вот у меня в зеркале, блядь, ее оптокамера такая стоит. Да у него вообще просто шлем VR есть, он может там оказаться в любой момент. Петр может VR-шлем вообще везде ходить. Ты в курсе, у него везде камеры, он вот может прямо сейчас вот... Он сейчас, он так не делает, конечно, его тут нет, потому что ему это нахуй не надо. Но он мог бы вот просто встать VR-шлем, вот прямо в мою хату вот встать. У него тут везде камеры. И настолько крутые, что он может прямо вот... Да, и он был за спиной за нашей, стоял и был частью этого реактора. А вот когда ты дурочер по ночам, он прямо вот так вот, он у тебя... Нет, он хуя такой. Такой смотрит, типа, нихуя ты дурочищ, что ли, не умеешь? Да, да, да. Истинно, и так, и так. Типа, чувак, у тебя вены какие-то большие, блядь. Может пододпустишь кулак-то, блядь? Зачем так со стервением таким? Да, да, да. Легче, плавнее надо, мягенько, мягенько надо. Но он никак слух этого не говорит, конечно. Он? Он просто смотрит. Он просто думает так, ему нравится знать. А говорить он не будет, он не будет подсказывать, потому что он не добрый. Раз он смотрит, как ты дурочишь по своим секретным камерам, он злой. Ну и прикинь, он прям настолько злой, что делает всегда прям самое то, чего ты опасаешься. То есть вот ты дрочишь и такой, наверное, я убого выгляжу. И стоит Пётр такой, ты убого. И ты выглядишь ужасно. Такой, у меня член, наверное, не самый большой, Пётр такой, у тебя самый маленький. Из всех, кого я видел. А я видел всех, блин. Такой, может я на что-то странное дрочу. И Пётр такой, да назвать тебя пидором, было бы слишком лояльно. Ты даже не пидором, ты просто конченый. Ты какой-то смотришь такую хуйню. Ты урод. Твои родители должны плакать. А я бы посадил тебя в тюрьму за это. Только за то, что ты об этом думаешь. А то, что ты на это беструбируешься, то вообще на стуле сжечь. Но Пётр ничего не говорит. Потому что он очень воспитанный. Пётр. Да, да. Он всё знает это, но и вы всё знаете на самом деле. Но Пётр этого вам никогда не скажет. Пётр, да. Но он всё видит. Он видел, и он знает, что этот человек такой. И ему становится спокойнее от этого. Да. Ну почему-то. Он умер за ваши грехи. Да. Денег у меня нет. День у меня нет. Это я сказал. И чувак прям, ну и вишен сидел вот с таким ебалом вверх. И вот, денег у меня нет прям. Всё. Денег нет. Всё, дальше только уже хуйню. А ему, естественно, за квартиру платить пора. За всё. Надо этому, кто квартиру ему сдаёт, объяснить всю ситуацию. Кстати, выгибайся, да? Я скинул пи-пишку. Гонорея вся хуйня там. Я скинул пи-пишку. Поменяли аватарку ребёнок. Тебе говорят, я педофил. Можно мне ещё месяц не платить. Чувак такой. Можно мне месяц ещё не платить. Чувак такой, можно, можно. И знаешь что, давай-ка ты сегодня прям его ёббой. Можешь не платить за месяц. Прямо щас. И за два, и за три, и за четыре, и за пять, и за... Ты прямо сегодня отсюда собираешь свои вещи. И больше ни за чё... Не надо платить ни за какой месяц. Потому что ты не живёшь нигде. Иди отсюда нахуй. Другую восьмёрку. Так, ссотка, бля. Какую восьмёрку? Бля, вот чуваки, мой вам совет. Свитер очень тёплая штука. Если вы идёте в поход, например, на какую-нибудь сходку там на это, да. Но, скажу вам честно, Вот вы в нём будете всегда выглядеть, как человек, которого просто обует. Просто обует. Посмотри на этот свитер. Это человек, как будто из, ну, из десятого класса какой-то. Просто дурачок с деньгами на обед стоит, блядь. Его сам бог по, блядь, ёпта, гопанул. Как, блядь. Посмотри, вот он сидит, он такой возмущённый. И он сидит прям вот как полный лох. Ты, ты, ты видела, вообще такой прикид последние 10 лет, блядь. Просто чувак сидит, просто отбери, отберите у меня деньги. Он не ищет компромиссов, ты о чём? Просто если ему холодно, он одевает свитер. Если он скидывает хуй девочке маленькой, он, он даёт деньги. Он человек, дело, а не слово, блядь. То есть он заботится, блядь, в целом, на бровях, но только между, блядь. Он всё-таки на юридическом учится, и нужно быть каким-то таким. На юридическом мог придумать что-нибудь, типа. Ну, в том и дело, в том, что... Возраст, согласен, а вообще 16 лет, поэтому... Ну, а тут 7 написано. Эл, знакомый, куда скинуть деньги. Спокойно, спокойно. А ты ему возьми и напиши других вариантов. Где нахуй? Всё равно нет. Открывай, обожди, стой, дай я напишу. Пошёл нахуй, выкладывай куда хуй. Эй, шабрешал, берёт? Выкладывай чуху. Пиши вам ВД, пиши вам ВД, тварь. Заявку, вот пиши заявку, а потом мы с тобой поговорим, и всё. Пиши, падла, куда хочешь, мне ничего не... Знаешь что, можешь моим родственникам это скинуть. Да, всем отправь, отправь всем моим друзьям. Отправь всем моим друзьям, всем моим родственникам. Мне на тебя... Мне похуй, мне на тебя срать вообще, ты бедр. Мой чё, ничтость мою жизнь, отправить меня на работу, блядь. И там, и вот он отправил это, и там через 30 минут эти смс-ки такие... Дрынь, 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 дрынь. Там папа, мама, друзья, там... Шеф. Шеф, да. Я даже читать не хочется. Да понятно, это... Да понятно. А чё там читать-то, блядь? Ну? Там, это, Первый канал, там Малахов, там... Что там, да, 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 да. Пиши, что готовы забрать. Очень хорошо. Готов, запоподъедем? Отвесть, готов передать в любое время, пусть пишут... Пиздюли готовы передать в любое время. Я мало буду обидеться сейчас. Да, доставляем пиздюли в любой интересующий вы, как хотите. В любой район, кроме выхода, там пиздюли дают каши, просто кровосудочно. Да, там и без нас достаточно. Там атома не этаж есть. Давайте, когда вы хотите получить пизды, вам удобно вечером, около дома, утром, при походе на работу, блядь, ёбда. Где вы можете заказать услугу, это, пиздюли по незнанке, когда вам дадут пизды, когда... Рандомные как кейсы, блядь, типа, что вы не можете выбрать, и вы каждую секунду ожидаете. Будете оглядываться. Это называется, чаще оглядывайся. Вот написали, что нужно передать... Чувак, аж испугался, поход подумал, что все разводы его... Привезет, а прикинь, как бы, я типа, он обращался к решали, приедет, там кидал, которые его кинули, и, типа, он такой, вот Влад, а они, и Влад такой... Ах ты гай... Не-не, прям под ноги этим, блядь. Да-да-да-да-да. Я его привез, вот такой, Влад, он, да-а-а-а, Влад, как так? А, он такой, а-а-а-а. Завали, ебало, щеной. Да-да, будешь дальше детям... И такой просто подходит, я доставил его. Все, нет, кредиты берем. А-а-а. Все, теперь делайте с ним все, что хотите, я увижу. И дверь закрывает, да, и просто остается один на один. Да-да-да, такой, Влад, Влад. А там же заходят эти в фуражках люди, и он такой, э, вот он, это он, а-а, это ты педофил, и ты просто пиздец. Ха-ха-ха. Уехал, братан. Все, здесь еще и отпиздили, еще не убили, знаешь. Ха-ха-ха. Дэв стабили, ага, под капельницей, блядь, в тюрьму, и там еще, ну, здорово, педофил, блядь. Ебать, и вы тоже знаете, что... Влад нам сказал все про тебя, блядь, ебать. Влад нам скинул диск. Кому ты пиздец скидывал, блядь, ёпта, все. Адрес есть? Да, все, есть адрес. Ну вот, отлично. А вот это преступление, например, если мне всегда... Какое? О чем это? ...забавляла моральная дилемма, ладно, если ты скидываешь, это понятно. А если тебе я скинул педофку и пизду, например, и вот ты, например, вот ты шел с работы, да? Тебя никакого не было, и тебе педофка скинула пизду, и тебя взяли менты, увидели у тебя фотографии. Педофкины пизды на телефоне, и посадили за педофилию. А ты такой, какого хуя, блядь? Ну, то есть, ты, типа, получаешься жертва? Да, натурально, блядь. То есть, то есть, да это я не признаюсь жертвой никакой, ты просто... Говоришь такой, вот, я пострадал от того, что мне скинули голое молодое женское тело. Да, да. Пострадал. Поэтому я лично раз обозначу... А, ты скотина. ...господа, точнее, дамы, оговорка по Фрейду, блядь, ёпта. Дамы, если вы хотите добра блогерам, которым вы желаете добра, только с восемнадцати лет... Ну, это-то понятно, естественно. ...рассылайте свои голые телеса, а лучше от тридцати восьми лет. Уж, что, что, а по такой статье я никогда не сяну. Это очень далеко. А так и Константин Крестов говорил, наверное. Если в Сашали, что ты со старыми водишься, тогда бы, да. Герунд и Филея статья, прикинь, вы бабку? Ах ты, блядь, ах ты скотина. Ты что, бабку ебал, блядь, ёпта? Так я дед. Поддоны, блядь. Поддонок ты, твай. То есть ты вот у неё внуки, а ты в её брухлю запихал, блядь, ёпта, свой сморщенный старческий пинус. Тебе не стыдно, блядь, козёл, блядь, ёпта? Она поколение уже растила, а ты... А ты, зубер, пришёл ебать бабку от миллениала, ёбаная. Да, блядь, чувак, ей в двухтысячном было шестьдесят. А сейчас две тысячи двадцать, кому ты что оришь? Так, набрали. Воздуха в грудь, как на Дорном горе. А воздуха набрали? Сейчас будет смешно. Готовы? Готовы? Воздуха в грудь, воздуха в грудь набрали. А вот интересно, этот официант Илья с кинемчаткой будет смешаться. Ему это понятно. Тёмную разыгрывают? Или он как-то в схеме за долю небольшую? Ведь посмотрите, он же крайний. Его же прессовать-то будут, кому-то телефон отдал. Вот мне очень интересно. Вот он. Присаживайся. Что это у него? Стоун Элландом, блядь, что Аня? Поехали. Слава богу, нет? Я думал... Роза ветров, блядь. Я думал, какой-то ультраправый сел такой, типа, блядь, по-моему. Сейчас ебало им набьём. Да куда им? Кто играет сегодня, блядь? Да, мы сегодня на выезд на собак, на Ленинграду, блядь. А, решал. Да ебало обитягивает. Феликс, я там просил тебя кое-чего сделать для меня. Есть какая-то информация? Да. Может, Андрей, я бы там в видеоролок. Я не знаю, как в городе. Здорово, что она работает, боник, да? Вы на мою мобильник теперь его скинуть. Да, мобильник не обязательно. Спасибо тебе большое. Все запикали всю ключевую инфу, блядь. Стрясали. У кого-то телефончик. Прикинь, у Феликса как-нибудь �because, бьёт? Бля. И будет слышен обычный голос. Типа знаешь, как бывает, сидишь-сидишь и вдруг приложение не отвечает и он сми, и всё. И он такой, всё, да решёл и нашёл всех этих и вдруг, его такой, ээээээээээ. Он такой, чё заходи? И смотрит, а там приложение не отвечает. Tip, ждать ответу, блядь. Телесокрытие. Да, или сокрытие. Ябаный, брат! Ты дальше закрываешь? Телефон совпадает с теми телефонами, с которых работали мошенники. Ну что, это решался айфон 11 Pro, что ли? А теперь позвони, вот прям копируй номер. 903-245. Нет. И поинтересуйся. А можно решал вообще вот одной рукой в один? А мне кажется, в один момент просто отпустит. И будет просто ехать коленками подруливать. Типа пиздец с человеком одновременно. Давать ему телефон, листать в нем хуйню, вести, блядь, матчи. Играть на камеры, давать комментарии. Все делает. Может, можно вот остановиться, типа, блядь? А у них, я думаю, там нет. Она вообще диагнозом по фотографии стали. Вот просто возьми, поинтересуйся. Скажи, у нас знакомые дали. По дороге. Тороплюсь домой потом, блядь. Слушаю вас. Елизавета Ивановна, добрый день. Здравствуйте. Мне ваш номер дали знакомые. Скажите, вы консультируете по фотографии? У чувака прям по голосу. Понятно? Лох, лох, лох. Лох, лох. Здравствуйте, здравствуйте. Я лох, 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 лох. Не подскажете, куда лох, лох, лох может занести свои лоховские деньги, деньги, деньги? Скажите конкретно. Подскажут, естественно. Но, слушай, он сам вообще на что надеялся, что по фотографии его хуя поставит ему диагноз? Ещё и типа за копейки, типа такой, нашёл лайфхак. Оказывается, медицина хуйня, я просто скинул фотки хуя и всё, блядь. И мне прислали диагноз, вот он. Да. Парамов, это эсэбэска, от ребёнка, блядь. Нет, молодой человек, я этим не занимаюсь, только личное смотрю. Спасибо, до свидания. Ну, как Эльдар Бугунов, спасибо, до свидания. Спасибо, да. Сейчас верну, помнишь, дядя-то? Да, да, да. Ой, спасибо. Какая вкусная. Вот тебе ответ. Вот тебе ответ. Чувак вообще не рад, я не знаю, чем это закончится. Не, но если бы я был... Чувак супер не рад, блядь. Если бы я был гинекологом, я бы, в принципе, в такую тему впрягся. А ты... Чё, женщина звонит, говорит, что там у меня как половые губы надо удлинять или выхорачивать. Я бы всё говорил. Кстати, дамы и господа, Антон Власов, гинеколог. Да, да, да. Просто, нет, я не гинеколог, но посмотреть могу. Это моя сеть. Знаешь, такой... Юрий, да, он мне помогает. Так, честно, эстетически просто глядывать, конечно, не в планах этого, а такого. Ну, мы его доцениваем. Большие, маленькие, типа, глубокие, неглубокие, типа, это... Не, ну просто мы это всё оцениваем и даём вам обратную связь. И мы в большинстве случаев будем говорить, что... У нас как на семнадцатом независимо шкала оценки, типа, там это общее впечатление... Общее впечатление, как это выглядит, всё эстетика. Форма, глубина, всё отдельно. В общем, его всегда говорит, знаете что? Мы вам советуем оставить как есть. Потому что у нас даже кабинет нет. Но, если вы хотите... Мы можем личный осмотр провести. И прям носом показываю, как... Пизду размечаем. Где будем чертить маркером? А мне кажется, просто... Поставишь этот наркоз и просто чертишь на пизде крест огромный. И прям вот на дырке он будет пересекаться и просто и сюда, и сюда. И раз. Это ужас, это ужас. И так я и встретил вашу маму, блядь. Я так боюсь этих всех наркозов. Непонятно, что там делают. А вы знаете, друзья? Все говорят, общий наркоз круто. А вот я вот... У нас почти уже конец. Но я вас ошарашу страшным фактом. А что не круто? Во время общего наркоза примерно 6-9% людей... Они всё чувствуют и ощущают, но не могут пошевелиться. Ты еблан. Не бывает такого. Бывает. И у меня был общий наркоз. И потом их в итоге отрубает, и они не могут даже вспомнить, как они страдали. То есть они переживают через все эти муки. А ты похуй им. Ну если не помню. Ну, хер знает. Страдать-то будет неприятно. Может ты и страдал. Ты говорил, ты был под общим наркозом? Может ты и забыл, блядь. Просто тебе настолько больно было, блядь, ёпка. Ну я ж не поехал куклу. А вероятность 10%, кто знает. Нет, я лучше не... А кто рассказал-то, блядь? Это байки из ниоткуда, блядь. Если все забывают. Не надо никакого. Блядь, это ты, ёпцую, блядь. Еще раз так махнешь. Такой-то. Сам не знаешь, что белишь. Я до сих пор под общим наркозом. Да я тебя не знаю. А вообще и некуда, блядь. Слава тебе, господи, не отпускает. Мы подъехали к кафе с обратной стороны. Возможно сейчас в кафе находятся мошенники. Тебе в любом случае придется самому отдавать телефон. Ты проверял, чип работает? Да, все работает. Опять-таки вот решил, а если его пырнут? Да. А если его по голове кирпичом дадут? Все вот они вечно ждут прям вот ключевого момента. А типа нельзя вообще прикрыть как бы пацана. Вдруг его просто чувак такой, да, телефон. Ай, блядь, чё, чё, держит? Держит такую эту хуйню, оно хлещет, блядь. А решил, я сейчас не понял, чё я... Бежим, блядь. Щас его кто погибит. Поехали, ай. А щас камеры GoPro не тисну. Спасибо тебе. Держи телефон. Миша, не уходи. Значит ты сейчас пойдешь в кафе. Миша на очке сидит в таком саде. Миша вообще не думал, что... Миша в жизни не был задействован в такой спецоперации. А его просто на бабки кинули, блядь. Миша сказали, что он просто обратиться к решали ему вернуть деньги. А то, что он будет уткой пацаной, ему никто не сказал об этом. Иди и щас провоцируй этих бойцов. Иди, да. Вот. Чтоб ты лично встретился и посмотри... И они сказали, вот ты где педофил. Да, 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 да. Чтоб ты еще унизился. Иди, а я буду в тачке сидеть следить. Они, они тебе будут... Через навигатор. Через телефон. А еще задержка ебаная, знаешь, там же типа... А там секунд 15. Да, 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 да. Типа, буду сидеть, пока Wi-Fi обработается там вся хуйня. Там GPS, GPS, блядь. Он решал сначала этот... Чего-то не грузится. Сначала авиарежим, потом опять включил. Потом он поймал 2G, 3G, потом до 4 дошло. А там... Не, он такой просто перезагружил. Это ответа уже... Не работает, не работает перезагружает. А потом перезагружает и там труп лещит. А он такой... Кто это? А где... А где же злоумышленники? И... А наш телефон? Вокруг кварталов. Он такой решал, меня порезали. А чушь ты не сказал? Нет, он такой... Порезли! Решал такой... Что ты несешь? Куда они побежали? Я не знаю. Ахахахаха. Ааа... Ай... Они были... Подальше от меня. Ахахахаха. Ахахахаха. Они... Они... Мой деньги... Ахахахаха. Они обцелевались деньги. и убежали как можно? как можно? как можно? как можно дальше? мы прям забрали мои бабки это ужасно и бежали и бежали как можно дальше от меня у которого они украли эти деньги подлецы просто взяли все куда-то подальше убежали Юра 4.42 меня Люба убьет ты не вернешься а ты его подстракуй я вампир я с годами понял ночью так прикольно во первых вы знаете что ночью никто не шумит жить ночью никто не тревожит днем постоянно мудаки ты главный мудак вот если ты ночью блять нет я ты всех в доме ебешь своей музыкой своими играми блять все все спят но я доживаю до утра и потом все мудаки начинают работать блять колотить ремонты делать блять мне нравится и ты спишь это время но смысл в том что если я слишком рано усну я рано проснусь нужно прям всю ночь долбить играть в игры блять слушать музыку и с утра ложиться спать а с утра уже похуй что там начнется блять ёпта тебя уже ничего не разбудит и ты доспишь до вечера и вечером просыпаешься вот юр я тебя понял вот не завтра ну вот сегодня уже через пять часов придут фундаменты это пол заливать в гараж что мне сказать этим людям мне нужно в гараже быть нет никакого фундамента нет никакого гаража я тебя просто прошу вставать нахуй на два часа хоть раньше нет никогда да я я хочу себе знаешь вот это у тебя фандомные волосы были из 2008 я короче хочу себе сделать кровать как гроб чтоб я ложился и там прям ну с вентиляцией естественно но просто ничего маленькая узкая вот прям максимально клаустрофобная хуйня и я там внутри и прям в этом теплом гробу блять ёпта сплю вот блять и просыпаюсь только ночью когда уже ни хераси это че был бы пиздатый кто делает гробы для сна пацаны в интернете видел полку на стену которая трансформируется в гроб если ты уверен тоже быстро заебись я вообще блять ёпта у меня а то все ворочаешься кровати слишком большие а гроб прям самое то я на спину лягу вот прям глаза закрою темнота тишина чтоб не было блять не и просто усну с такой радостью и ночью проснусь хуйня у тебя мечта в гробу спать его на 30 лет подарить малыш подарить на 31 еще не поздно подари мне клевый гроб для сна на нет на возраст христа идти нахер а на возраст кабейна не мог все решал точно будет ебальник бить а то есть он не решил не дожидаться ничего просто сейчас сразу пойдет Константин, конечно, шагает не сильно уверенно. Вот интересно, кому передаст телефончик Илья. Ну ничего страшного, у нас телефончик заряженный. Так а телефон ничего. Понять всю схему, блять, разоблачить. Убакали кроличьи на рано. Вычислить, блять. Можете мне пригласить Илью, он работает здесь, в центре? Давай, конечно, одну секунду. Спасибо. Так, а вот подвозит официант Илья. Таааак. Е-ба-тя-тя-врот. Это что? Это официант обычный? Всё понятно с этим чуваком. Это просто чудик из официанта. Неотлаженная нихуя. Я всё долбоём, блядь, кидала, блядь. Чел, прикинь, пригласил к себе на работу. Принеси мне деньги ко мне на работу. Я тебя встречу и ты мне больше... Я тебя не назову педофилом, так что ли? А это вот такая хуйня, типа... Эти, блядь, Артём Тарасов. Корней Тарасов сидел по продаже наркотиков. Он прямо у своего падика наркоту продал, типа, чуваку. Так это и работает, понимаешь? Если ты умный, ты, скорее всего, даже не попадёшься. А если ты дурак, ты прям дурак. У дома, ага, будешь продавать. Тут прям, блядь, да. Приходите в мой ресторан, где я работаю, где мальчик. Ну, мог бы сразу себя, если он на первом этаже жил из квартиры, выдавать. Как окошко. Да-да-да. Прямо чего? К моему окошку. Подходите, я вам там наркоту и продам. Да, давайте это. Просто в окно. Через решётку мне передайте, да-да-да, похуй. Да, это деньги. Да. Всё, спасибо. Всего доброго. Всё, поехали. Всё, на этом всё. Ну что, набрались терпения? Будем ждать, кому будет передача телефон. Ну что, блядь. Вот такой он. Это называется виски чувака на следах. Это ведёт, вершала. Его ведут. Ну я пока подумал, можно ещё? А-а-а, так там встроенная камера, то есть это как бы улучшенная версия Барсика. Ловушка, блядь. Чувак, что если тебе скажу, что когда ты сидишь там в толчке и листаешь какие-то новости, все наши телефоны улучшенная версия Барсика, блядь, вообще. На свете, это не только урешало это. А я когда в толчке сру, я под большим углом поворачиваю икра, чтобы не было видно моё ебало, когда тужились. Интересно, интересно. А ты как бы вот так его больше, да? Да, да, я то есть как бы сижу и просто так читаю. Хитро, хитро, пользуйтесь, ребята, блядь, чтобы спецслужбы не увидели вас с рущими. Блин, надо прям вот так, вот так вот смотреть. Вот, вот прям, как будто вы сдуваете пыль с телефона. Да, да, да. И так же читайте, если экран хороший позволяет угол обзора, то вы почитайте все, что захотите. Главное вот так вот не сидеть. Не, не, это хуйня полная, ты чё, блядь, тебя там фотографируют сразу моментально. Ну что так? Кость, ну терпение. А зачем такие фотографии нужны, блядь? Они базу большую. А база? Через всех давят в итоге потом, блядь. Когда ты вот до тебя дойдет, они дойдут до тебя и они типа... Вот, Антон. Распечатанные? Ха-ха-ха-ха. Я такой, ебать, как это мне тут... Это ж я срую, у меня прям... Ебала от удовольствия, блядь. У нас таких фотокарточек, блядь, коробка нах... А вот когда вы смотрели что-то еще, какую-то порнографию, да-да-да, мы все снимали. А он как в этом, как в дальнобойщиках, вот на этом диске. А ты, блядь... Это в школьнице было, блядь. Это я сломал. Нет, это с лампочкой было в дальнобойщиках. В дальнобойщик с лампочкой. А в школьнице, помнишь, эта хуйня, где чуваки, блядь, мы все записали, и показывают этот, блядь, плеер какой-то, блядь, старый, типа, мы все записали на этот диск, блядь, ёпта, и вам теперь придется нам сосать. Нет, там что-нибудь разбили, там она... Не, ну, я бы сломал, а он бы достал с кармана и сказал, или... А может быть вот этот? Я такой, ебать. А с другой стороны, что нам в стране сращивать запрещено? Тоже хуйня. Такая, типа, вот вы срали в туалете. Ну вот записали, блядь, ёпта. Чё, чё? Чё, чё? Дрочить нельзя у нас в трое, где? Скинут родителям вашим. Каким? Мне 30 с хуйом, блядь, я не могу. А даже если бы мне было и 14, и 15, что мне? Ну а может ты срешь неправильно, батя твой тебя будет критиковать потом. Типа, видел, Антоха, как ты срешь? И чё, тебе не понравилось? Полная хуйня. Жопа не работает в полной мере. А как она должна работать? Она должна говюшки выдавливать. А у тебя, Антон, она разрезает. У тебя так всю жизнь грязная жопа будет. Это называется калооткусывающая мышца. Она нужна. Вот иначе у тебя будет жопа сраная. А так ты раз и говно откусил сфинктером. Раз и всё. Говно из ампулы поступает. На мед учился. Сегодня, сегодняшнее слово дня. Калооткусывающая мышца. Запишите себя, господа. Ну и мы подождём. Телефон пока никому не отдал. Чувак вообще на очки. Я думаю у него калооткусывающая мышца. Она может лом перекусить. Костян вообще не понимает что происходит. Просто деньги хочет назад. Костик уже потерял давно. Костю, верните деньги, блять. Что хочет Костя-то? Видишь, как он... Сначала деньги отнёс. Теперь он какую-то коробку из-под телефона принес. Дайте, пожалуйста. Я могу вернуть просто деньги свои и домой. Мне очень хотелось бы вот прям деньги и домой. Я обещаю, больше никогда не сфотографируй свой пенис. Можно мне прямо сейчас... Вы понимаете, Влад, своих отдать? И потом вернуть вот. Просто, заберётесь. Отлично, веди его. Ведут. Бля, ну блять. На самом деле все схемы решала, не застрахованы от того, что просто чувака могут пырнуть, блять. Или он пойдёт не туда, куда хочется. Да, 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 да. А он, блин, в кино или ещё куда-то. Может деньги дали? Не-не-не, что кто-то просто, знаешь, типа, типа, пойдём-пойдём, типа, отведём тебя. И они идут, все их ведут. И вдруг мотоцикл подъезжает, на мотик сажают, он просто... И всё, урешал. Знаешь, он сидит с этой камерой, типа, long distance, блять. Потерян сигнал. Потерян сигнал. А они уехали с нашей коробкой из-под телефона. Да. И теперь мы не знаем, где они. Короче, за всё это время прошло три часа. Никому он телефон не передавал. Решал уже расстегнулся прям. Уже домой собрался. Да, да, да. Сразу видно, что он уже кофе из Макдека попил уже, блять. Уже всё дало. Чувак всё более-менее просто успокоился, он был на очке, сейчас нормальный. Решал уже всё вообще, он такой. А Решал уже понял, что дело в шляпе, он такой. Я ебальник разобью сейчас кому-то, потому что я... И спать пойду. Он прям вот знаешь, после хорошего прям вот одного удара поебал. Хочу домой, блять, да. Просто разбить ебальник и домой. Блять, короче, что он его сейчас кому-то несёт. А ну-ка, Кость, набери-ка ему на телефон. Вот на тот номер, с которого они тебе писали сегодня. Ты зеваешь уже третий раз. Потому что пять утра, а я встаю в восемь. А я ложу в семь. Что, блять? Друзья, давай забайтим, забайтим. Да никто не живёт как ты, блять. Потому что все под тебя подстраиваются. А я считаю... Знаешь, что мне обидно? Что раньше все были сверхлюди. Двачеры, ютуберы, все ночью, блять, тусили, а днём спали. Пацаны, давайте прямо сейчас в комментах напишем ночь или день. И раз навсегда выявим голосование. Все ночные создания, которые не хотят вот жить как Антон, вставать в 6 утра с рассветом. Кому противно смотреть, как люди идут на работу, пишите день. Но все те, кому приятно вставать, когда уже люди вернулись с работы, кому весело жить по ночам, когда ни один луч не коснётся, блять, ёпта твоего лица, блять, ёпта. Пишите ночь. Чушь, чушь, идиоты. Войны дня. Ночной дозор против Дневного дозора, блять. Ясно, ясно. Только я. Ночной дозор, ёу, блять. Ээээ, Дневной дозор Антона Младцев. Но, я сразу хочу оговориться. Ты, Юрий, ээээээээ поставил рамки такие, что хотелось бы вам, но формат вопроса как вы живёте, понимаешь? В чём здесь речь. Вот видя, жаворонок, ты уже не можешь формулировать мысли. Я бы хотел бы, конечно, ночью тоже там покататься по городу, посмотреть какие-нибудь интересные достопримечательности в ночное время, да и просто там, ну, ночью действительно, да, и тише, и спокойнее, людей меньше, и пробок нет, и всё такое. Но все дела делаются, блядь, днём, Юр, да днём, блядь, полик... Мрак, друг, свет, враг, сегодня ты вступишь со смертью в брак, если б ты это представить бы мог, не плачь, малыш, мы везём тебя в морг! Ё, хватит, какие-то шура какая-то, как чё это заходит? Звонок прошёл, он просто трубку не взял, да он и есть тут самый счастливый, да он и есть тут самый счастливый, дайте он тут хлопучек. Ну, сейчас мне, кажется, ебальник всё-таки будет разбит. Покрался. Слушай, ну, когда решал рядом, конечно, даже самый последний отбитый лох становится прям... Такой-то, э-э-э-э, там, а просто на улице... Не будь тут сейчас человека ищи, он бы тебе ебальник разбил просто нахуй в нихуя. Я думаю, если бы на улице столкнулись, он бы там, извините, чё там, куртка ваша, а тут... Ну, видишь, чё, чувак сразу всё понял, сразу прикрывает ебалу. А это означает, что... Обратите внимание, да-да-да, всегда они сразу начинают вот прямо как это, блядь. А ты бы не стал, ты бы такой, а чё ребят... Да меня и так все знают. Как будто, по-твоему, если я пойду, типа, прикрываюсь руками, и там голос такой... Сукиные дети, блядь! Твоя, я вас с рот ебал! Да, никто не догадается, блядь, как кто идёт. Камеры мои, не бросайся, а ну-ка встал! Встал, я сказал! Встал, блядь, встал! Нормально, ну вот так. Ровно стоять. Ну-ка быстро телефон свой сюда, бегом! А чувак сразу, видишь, заранее фиксирует тоже, блядь, решал... Да-да-да... А то бы потом, что на меня напали, помонтировал бы как-то, знаешь, типа, эта хуня. А то всё, забрал, да? Всё, блядь! Хуй тебе, анимонтаж, блядь! Сами посмотрим потом, что в корзину, и что... А то бы так он потасовал, а он действительно слал девочке бы, да? Было так? Да-да-да... Телефон за паролем? Пароль. Пароль говорит? Тихий, блин, ну... Это отчиналый! О, вот, наконец-то. Ну, только решало, конечно, молодец, что вот только как-то он этим занимается очень избирательно. Он иногда таких скотин жалеет, просто мразь какую-то. Вот в предыдущем выпуске человека просто в салате кокунул, и всё. А там бабка была, а не тупой лох. По-хорошему-то всем надо вот так вот, блядь. А вот у него иногда, как будто он, знаешь, в плохом настроении реально, типа, что... Ну, ты мразь, я б тебя, блядь, отпиздил, ну ладно, всё. Настроения нет, иди. А под, а иной раз просто прям поддыхло, ба-бах, и свиньям, свиньям человека чуть не скормят, блядь, ёпта. Два, семь, пять, три. Латунь, две симки. Чувак, я же такой, два, семь, пять, три. Сразу пароль рассказал от телефона, всё, вот и первый. Не, ну если бы мне уебали, как следует поддых, я бы, наверное, той же пин-код пропил. Рассказывал порой. Типа я такой, о-о-о-о, чё угодно такое, не надо мне... Два, три. Не надо ещё раз подпичь, бить мне. А я думаю, что там тебя не спрашивали, блядь, а вот пиздили, пока не зашли нужным остановиться. Вторая переписка, вот они здесь. О, дружок, да ты попался. Не бей меня. Да тебя уже убобили. Не бей, не бей меня, чувак, прям, вот, знаете, последнюю такую волну, как бы, гуманизма, блядь. Пытается вызвать и уладить Жов, а вот Жов и не думает останавливаться. Ты кидал этого чувака, такой, не бей меня, прошу, не бей, бить людей нельзя. Реально жмурки какие-то. Кидать людей. Что мне сделать? Иди вернуть. Людей не кидайте. Иди вернуть, делай. Ты не знал, что ли? Тридцатник быстренько назад прислал. Блин, нет с собой денег. Ну, я честно говоря... Они все до первых пиздюлей всегда говорят, что денег с собой нет. Неужели мы еще разъебут? Нет, нет, нет. Давай я сделаю перевод. У меня есть... А, нет. Не дошло, ну, да, ну, вот, видишь, это как бы... Ну, это такое, совершенно белое... Ну, в смысле нет денег? Когда тебя выловили, буквально, вот, за шкерник держат. И говорят, и ты такой, ну, у меня нет денег. Нет. Ты реально думаешь, что люди такие... А, нет. Ну, ладно. Нет, ты будешь их высирать. Ты будешь на воду. Иди домой тогда, типа... Нет, не иди. Погоди, погоди, нет? Так, хватит. Да все. Мы скажем... Нет, мы не иди домой, а мы пойдем к тебе домой. И мы посмотрим, где ты живешь. Что за такие фотографии вообще? Как жизнь? А много ли как жизнь у тебя вообще идет? Посмотрим, посмотрим, как это да. Кто заходит к тебе домой. Если мы уже подходим к башне федерации, то уже понятно, сколько было людей кинуты. Я думаю, там и Николай Басков, и не раз. Филип Киркоров, трижды. Там люди такие уже все солидные были. А ебалу все равно. Кстати, он на Черникова похож. Слушай, да, вот этим вот, окантовочкой. Если еще предположить, что просто шапкой вышлю прикрывали. Гитара висит. Давай. Чего переводи? Быть ванильной, ну пиздорой. О, богатенький, буратильный, 30. Чтоб расплатиться с решалой. С решалой. Так, и переводи. Хоть проверь. Никитос, а че такое у тебя? Нахо это Никитос, как им занимаешься, блядь, заебал вообще. Прикал бы. Ни царю еще. Короче, так, обновляй до заводских настроек. Доставай оттуда. Ай-я-баля. Ай-я-баля. Молодец, 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 блядь. Сидим, кинок. Пойдем, дружок, я тебе фокус один покажу. Блядь, через него жестко. Телефонный. Идем, идем. Ну, блядь. Так, давай первый, дружок. Твой телефон с чипом давай сюда. Он тебе не принадлежит. А вот твой телефончик, скуп, он стоит. Ай-я-яй, блядь. Пойдем, блядь. Можете знать, но при этом у меня трое или даже четверо друзей, у них телефоны просто разъебаные, блядь. Какая-то хуйня. Люди боятся за свои телефоны. Люди их берегут. А тут просто взял чувак. Решал, а что за телефон? Всю твою жизнь. А там, там наверняка не было какого-то iCloud, это какая-то хуйня на андроиде, там, блядь. Ёпта, это ее не настро... Просто все, блядь, по пизде полетели, блядь. А она просто это, разбилась. Теперь в American Dead кто-то другой будет играть. Нахуй, блядь, все, встретили все твои достижения, все твои аккаунты, все, прощайся, блядь. Флайпи Бюард далеко пропрыгал. Да, да. Все, никто никогда не увидит, что я. Теперь только в очке у тебя флайпи Бюард. Я думал, что у тебя... Нахуй, ты че? Ну, тут чувак, мне кажется, уже просто рад, что его не отпиздили, поэтому он, типа, слишком сильно, ну... Ну, понятно, уже не так уж контролирует себя, да, там... Он был такой испуганный, что по нему было видно, что вот он прям боится, что ему будут прям не то, что ебальник бить, а на бутылку жопой саживать. Ему выкинули телефон, и он такой, ой, блин, ой, типа, блядь, пожалуйста, только не... А решал такое, типа, якобы, да, ну, удовлетворенный тем, что... Да, а на самом деле этот чувак такой прям, вот, прям, знаешь, в панике такой, господи, меня что, не выебут? Сейчас он развернулся. Меня не выебут в жопу сейчас, блядь, я про... просто телефон разбили. Надо продолжать дальше блажать, что у меня теперь телефоны нет, дорогого. Меня никто не убил, а не это, не, не пришлось приседать там на бутылку, блядь, я под какой-то пионерский марш, блядь, я... Чтоб на раз-два, блядь. Да-да-да, чтоб прям... На зарядку, блядь. Да-да-да, а то пропустил, всё, тогда пиздец, зуб выбивай. Да-да-да, ну начинаешь, ну всё. Так и есть. В общем, всё нормально, вдруг мой. Влад, огромное спасибо вообще, если бы не было, я бы тебя не разнаправился, но всё, теперь не буду. Да, это самое страшное вообще, выкинь, пришлось решать, надеть именно тут телефон. Врачам надо ходить в честную, в честную, не по интернету записываться и фотки там своих причиндалов отправлять. А уж если намотал на вид, ну где лечить, что делать-то? Бой здоров. Миша сейчас тебя довезёт, ходит. Такой, в Москву приехал, разошел, залетел, не знал, куда поворотиться. Надо, надо, надо отправлять не свои причины дома. А что? А надо брать душой. Тачками, пиздатами, блядь. Да-да, кортежами, блядь, скалашниковыми надо, блядь, ещё надо. Опять встал, как мудак, смотри, блядь. А ну-ка. Или что такое? Это машина, блядь? Ну, видимо, блядь. Я не понимаю. Интернет – это такое же общественное пространство, как и обычная жизнь. Вот это самое, ради чего мы здесь все сделали, блядь. Сегодня собрались, да. В интернете нужно так же, как вы ведёте себя в обычной жизни. Нельзя показывать всё вот так нараспашку. Всё своё держите при себе. А что касаемо врачей, любой грамотный врач вам скажет, что по интернету, по видеоконференции можно получить только обычную консультацию. Общую консультацию. И на ваших страхах, на ваших незнаниях, на ваших комплексах с удовольствием зарабатывают мошенники. Правильно, вообще, я скажу так, не бойтесь ничего. Эээ, ну, всё? Страха нет. Это твой рефлекс? Это выдумка? Твоя собственная? Страха не существует. Есть только обман. То, что вы и так знаете, вам поражает. Страха нет. Ну, не знаю. По сути, мы все умрём. Мы люди. И самый страшный страх – смерть. но при этом все умрут, поэтому смысла бояться его нет. Поэтому мы не должны бояться. Мы… Ну, нет, тогда у нас будут все друг друга играть. АААААААААААА research Обратите внимкие 5 часов 7 минут утра Юра говорит класс долбоёвов нет Все спят а можно спокойно в этом видео Делами Друзья, переходите и подписывайтесь на мой канал Самое главное, что на этом канале вы получится обзор книги о Санасиенко О, ё-ма, ё-ма, ё-па-сен-ка, ё-па-сен-ка. Короче, я придумал новый формат, мы сравниваем книги, не читая этих книг. Это придумал Гоблин? Наугад. На самом деле, нет, не наугад, это придумал Гоблин. Он первый человек в истории, который сделал обзор на книгу, не читая, и мы решили, чем мы хуже Гоблина, блядь. Их можно показать, на самом деле, хотя нет, это будет сюрпризом. Переходите на мой канал, подписывайтесь. Антон, ты что? У меня показалось, что у меня кровь потекла с доза, пока мы наснимали, оказалось. Это просто... Это там уж неправильное ударение в Панасенкове поставили, блядь. Да, сразу дослал на нас какую-то хуйню. В общем, друзья, подписывайтесь, пишите комменты, ставьте лайки, а самое главное, будьте счастливы и веселы. Совершенно верно, друзья. Всем пока и до новых встреч. Шабинго. Субтитры сделал DimaTorzok